Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас жареное мясо. Это баранина с картошкой. Также здесь наш араб. Купила нектарин, дыню. Дыня в последнее время очень сладкая везде продается. Даже арбузы не настолько сладкие и классные, как дыни. Еще здесь у нас айран. Некоторые спрашивали, что такое айран. Это кефир. Блин, я забыла взбалтать. Обычно его взбалтывают перед тем, как начинают пить. Но ничего, мы с вами перемешаем. Безвыходных ситуаций нет. Сделаем вот так. Летом самое то. Это кефир. С добавлением соли. И немножечко еще воду. Летом получается просто обалденно. И давайте приступим. Кстати, вопрос. Выбрала один вопрос от подписчицы. Подписчицу зовут Исмира. Исмира, тебе огромный привет. И спрашивает она о том, как у меня все начиналось. То есть связано с каналом. Как так получилось, что я начала снимать видео? Как у меня все двигалось? Я давненько вам про это рассказывала. Но раз вы спрашиваете, могу рассказать еще раз. Посыпаем наш рабом. Получается очень вкусным. Вот так. Как все начиналось? Изначально у меня был канал на азербайджанском языке. Он хорошо развивался. И все шло вроде бы нормально. Но потом мне написали Я подключилась к медиа-сети. То есть это посредник между Ютубом и тобой. Мне сначала ничего не объяснили. Меня подключили. А оказывается 25% твоего дохода забирает медиа-сеть. Меня это естественно не устраивало. Я решила отключиться. Но оказывается отключиться не так просто. Когда вы подключаетесь вам об этом не говорят. Меня начали динамить, что ты уже подключилась, уже отключиться невозможно. И так далее. И хочешь не хочешь из-за этой ситуации мне как-то разонравился мой канал. Я понимала, что подписчики растут, доход растет, видео снимаются и так далее. А получается доход мой отнимается. И отключиться от этой медиа-сети я не могу. Я приняла решение, что я просто нафиг удаляю этот канал и создаю новый. Я его удалила, но новый создать так и не решилась. вообще на азербайджанском языке канал просто взорвал. То есть сразу начали подписываться массово. В этом плане просто в Азербайджане не такая большая конкуренция, поэтому очень быстро можно набрать огромную аудиторию. Если интересно, снимать, естественно. вот. И я хотела начать новый канал уже круто. Круто в том плане, что уже с камерой там не на телефон снимать, монтировать, например, на компьютере. Но все время для этого не было достаточно ни денег, ни возможностей, ни времени. Прошел год, второй. Я просто жила с этой мыслью в голове, что вот хочу, надо начать заново. Даже в университете там одногруппницы спрашивали, ну что, когда ты начнешь? И каждый раз я не знала, что сказать. вот. Потом было, по-моему, лето 2019 года. Я была с бабушкой в деревне. Было просто вагон свободного времени. Соседский Wi-Fi, и я просто смотрела бьюти-блогеров. Мне всегда нравились бьюти-блогеры, хотя я не умею краситься, как они. Я пересмотрела, наверное, не знаю, всех. И как там, не помню, что видео я смотрела, и там кто-то из бьюти-блогеров сказали, что совершенно не важно, на что вы снимаете. Начинайте, вот прям хоть сейчас. я приняла решение, что как только я возвращаюсь в Баку, я начинаю снимать видео. Пофиг, что нету камеры, пофиг на все это. Вот. Начну снимать на то, что есть. У меня в то время был совсем ужасный телефон, а я поменяла телефон 3-го, нет, 3-го октября я купила себе новый телефон, и в этот же день сняла и кинула видео абсолютно без монтажа, там, по-моему, сразу с телефона просто закинула в YouTube видео. И, на мое удивление, видео сразу набрало где-то 300 просмотров. для меня это был офигенный показатель. То есть, некоторые думают, что как только вы кинете видео в YouTube, сразу видео наберет 10 тысяч просмотров. Такого нету. Не мечтайте об этом. А если ваше видео сразу наберет 500-600 тысяч просмотров, супер. Мое видео набрало что-то около 300. буквально до 2 дня. И сразу на меня начали подписываться, хотя видео было просто ужасно. Я не понимаю, как люди подписывались. Меня зовут Айнур. Я не хотела, чтобы мои одногруппники нашли меня в YouTube. Мне нужен был какой-то псевдоним. Я знала, что Айнур сокращенно это будет Айка. Надо было придумать еще что-то. И вот так в мою голову пришла идея Айка Эмили. Но сейчас представить себя с другим никнеймом я просто не могу. Он мне настолько родной, он меня не раздражает. Мне как бы не стыдно, мне он очень нравится. Если бы вернуть время назад, я бы опять же выбрала этот никнейм. Там были несколько вариантов. Сначала я хотела Араза. Ну типа я Араза, у меня фамилия такая. Потому что мой прошлый канал назывался по моему имени и фамилии. И сразу мои все одногрупники и одногрупницы все нашли меня. Уже со второго раза я уже точно знала, что какая бы медиасеть мне не писала, я не буду никуда подключаться. Не надо. Вам тоже не советую. Опять же решать вам. Просто у меня есть горький опыт. Возможно не все медиасети такие. возможно мне просто попалось нехорошее, но опять же я больше рисковать не собираюсь. Тает во рту. В общем сейчас начну писать мясо дыня не сочетается. я обожаю такое сочетание. Я снимала видео через день. Если вы начинаете канал, очень важна последовательность. То есть сняли одно видео, потом через полгода, второй или даже через месяц так не катит. То есть неделю у вас стабильно должно быть два видео. Я снимала через день. И вот у меня видео начали набирать где-то по тысяче просмотров и был такой застой. Долгое время, где-то 4-5 месяцев, у меня стабильно видео набирает тысячу. Естественно меня это не устраивало. Я хотела дальше ростом. Я думала, почему у меня не набирает. Но сейчас оборачиваясь назад, я понимаю, что мой контент был просто не конкурентоспособен с другими бьюти-блогерами. Я снимала намного хуже, просто я это не видел. Я считала, что у меня все круто. брат брат меня просто нахваливал, говорил, что я супер снимаю. Но я не понимала, почему. Потом я начала сама себе придумать, что наверное эта сфера уже заполнена. уже очень много блогеров, у которых много подписчиков, именно поэтому я не выхожу в рекомендации. Но я начала следить за одним блогером, у которого было столько же подписчиков, сколько у меня. То есть я начала сравнительно недавно. Сейчас у нее, кстати, очень много подписчиков в бьюти-сфере. Она снимала обзоры на разные палетки. я начала замечать, что у нее уже 20 тысяч подписчиков 30, а я стою на месте с 5000 подписчиков. И тут это был звоночек. Я как бы сразу этого не понимала. Вроде бы я снимаю видео, и она снимает видео, но в тот момент мне казалось, что мы снимаем на одном уровне. Тут я не помню, кого-то я посмотрела или как-то мне в голову пришло. Кто-то из блогеров сказал, что если в какой-то сфере, например, в ютюбе вы хотите снимать видео, но именно этот формат у вас не прет, попробуйте себя в разных форматах. Как-то я решила послушать, вообще много блогеров смотрела. Обычно они дают хороший совет. Вот реально вам говорю, посидите, посмотрите видео, которые про продвижение. Обычно они советуют что-то хорошее. Я решила послушать. Я такая думаю, ну, может и попробую какую-то другую сферу. Потому что просто сидеть и годами ждать, что когда-то у меня вырастут просмотры и будет миллион просмотров не будет. Либо вот резко взрывает, либо нет. И что, я начала в интернете лазить, думать, что же снять. Мне в голову пришла идея, как сейчас помню, я лежала в ванной, и я такая думаю, можно снять челлендж. Например, с сушими. Вообще, тема еды для меня была, это вообще святая тема. Я обожала вкусно покушать и с удовольствием бы снимала подобный контент. Как только я снимаю, видео сразу взрывает. Я думаю, интересно. Если у вас какая-то тема взрывает, надо продолжать. Вот реально надо продолжать. Я раньше это не понимала, но сейчас я думаю, были на однотипные видео, зачем это надо. Сейчас я понимаю, нет. Как раз-таки это надо. Я начала снимать мукбанки. И получается, раньше у меня каждое видео набирало по тысяче просмотров. И резко мои видео набирают 25 тысяч. Сказать, что я офигела, ничего не сказать. я очень обрадовалась. Я была не то, чтобы удивлена, я была просто шокирована, что как хорошо, что я посмотрела видео этого блогера. Сейчас даже не помню, кого там по продвижению. Этот блогер мне сказал, что не топчись на месте, попробуй что-то другое. Может, бьюти-сфера не твое. Вот реально, если бы я тогда не попробовала себя в другой сфере, у меня бы сейчас не было бы столько подписчиков. При одной этой мысли я такая думаю, блин, как хорошо. Поэтому, если вы тоже, например, снимаете про вязание, допустим, или бьюти, попробуйте, что друга, попробуйте про спорт, попробуйте, не знаю, мукбанг. Нектарин обалденная. обожаю. И вот с тех пор я снимаю мукбанги. Мой бумажный канал. Некоторые мне писали, вот какой ты фигней занимаешься, что за хрень. Когда я пропиарила свой бумажный канал, на своем основном на меня подписалось полторы тысячи человек. каждый раз я выкладывала в сообщество. Максимум на меня подписалось это первые два месяца. Подписались две тысячи человек. И все. Потом резко у меня взорвало видео. Оно набрало 700 тысяч, что ли. И резко на меня начали подписываться. Я набрала аудиторию любителей бумажных сюрпризов. Очень быстро я раскрутила тканат. Точно не помню. За 3-4 месяца. Я вам всем желаю удачи. Я надеюсь, что мои советы как-то вам помогают. Потому что однажды чей-то совет помог мне. Вообще, тогда я смотрела очень много бьюти-блогеров. Была девушка, которая снимала плюс-минус на моем уровне. Я недавно зашла на ее канал. У нее 7 тысяч подписчиков сейчас. То есть, она не поменяла направление. Она как снимала про бьюти, так и продолжила снимать. Из-за того, что я поменяла направление, у меня сейчас около 300 тысяч подписчиков. Но чуть-чуть не хватает до 300. Поэтому обязательно пробуйте себя в разных сферах. И старайтесь снимать почаще. Это тоже очень помогает попадать в рекомендации. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях ваше мнение. Всем пока!